всем привет с вами медведь сегодня изучаем лигу ритуал ну что вам сказать ребятки с точки зрения ссф а тем более с хк будет очень много рипов прямо прямо готовьтесь ребята будет невероятно я просто вот морально всех игроков хк хочу подготовить что рипов будет наверное вот со времен возможно метаморфа сам 1 наверное вот ну или самый наверное рипов лиги на моей памяти вот это будет просто фестиваль рипов это если два слова если если вот назвать эту лигу двумя словами ну тут точнее тут две как бы лиги тут есть значит экспансия атласа и есть сама лига то есть лига ритуал экспансии атласа называется отголоски атласа там или эхо атласа вот значит и то и другое и то и другое ребятки будет просто мега рип контент мне прикольно то есть мне это нравится потому что я все равно планирую играть разными персонажами я собираюсь рипнуть каждую каждый класс я рипну по три раза за каждый ascendancy я рипну по по классу это стопудово я вообще не проект не парюсь потому что как бы ну я играю в любом случае не ради того чтобы выжить я играю ради того чтобы создать классный интересный билд именно в ссфхк своими своими кривыми руками и рипнуть его для меня мне это в кайф как бы это собственно почему я в принципе играю в бой но все кто играют все вот такие типажи игроков которые играют ради того чтобы там быть топовыми быть там мега топ там номер один забивать там всех там боссов формить там по тысячи экзольтов ребята готовьтесь что будет будет очень рипово прям мега рипово я это уже вижу по трейлеру я это уже вижу по фила вот q&a было с крисом и я вижу что они они продолжают вот эту философию того что поя это игра механики и это и хорошо и плохо это кому-то кому-то нравится кому-то не нравится и игра механики что это значит а значит что если вы номер один если вы не знаете механики то вы рипуете это номер один и номер два это если вы знаете механику но где-то совершаете ошибку какую-то иногда даже очень очень маленькую то вы тоже рипуете то есть то есть это это я бы не сказал что это анти хардкор я бы не сказал что это такая философия анти хардкоровская это скорее философия которая вот изначально нацелена на игроков которые которые хотят чувствовать какой-то эксклюзив потому что таких игр как пои нету вообще нету аналогов у пои почему я в нее уже там я не знаю сколько там лик играю соку же наверно может там 5 или 6 лик я в нее играю ну не подряд конечно но но вот сейчас уже начал подряд последние линии потому что реально не во что больше играть просто не во что все вот типа аналоги пои они не аналоги пои они это просто такие симуляторы такие они чаще всего совершенно не глубокие игры в пои именно глубина механики она она параллельно риску поэтому это такая сложная хардкорная игра и это игно это кому-то кому-то нравится кому-то не нравится кто хочет попроще играется в кор кто хочет посложнее но не слишком сложно играет в хк трейд а кто холь кто самый такой задрот кто хочет вот своими ручками тот играет в ссхк и это не какая-то элитарность я не хочу я не хочу там сказать что типа вот там хардкор это такое типа вот элитарный класс игроков совершенно нет я плохой игрок то есть я я херово играю откровенно херово играю но у меня как бы я не нацелен на то чтобы хорошо играть я нацелен на то чтобы интересно играть это это разные философии и опять же у всех свои цели есть это насчет этого книжки написано насчет всех этих игровых философий но возвращаясь к самому значит атласу expansion значит смысл какой что у нас будет вот эта вот девушка по имени мэйбен которая будет комбинировать боссов то есть она будет она будет создавать не как метаморфе мы создавались частей разных монстров мы создавали одного большого монстра она будет создавать как бы вот на арену ставить туда комбинации разных боссов которых вы победили то есть идея принципе похожи на метаморф но это не метаморф. Это другое. Это будет намного более риповое, как это ни странно. То есть, это уже заметно и это уже очевидно, потому что мы знаем, что есть боссы в картах, которые имеют ваншотные механики. Мы это уже знаем. А представьте, если таких боссов там 4, 5, 6, 10 на одной небольшой, относительно небольшой арене. То есть, это будет просто такой, ну вот, если кто знаком с жанром Bullet Hell, это будет такой Bullet Hell. Но это Endgame. Насколько я понимаю, это даже выше, это контент даже выше, чем Sirius. То есть, высшие стадии вот этого контента, это выше, чем Sirius. Ну и какие-то есть промежуточные стадии, которые, скорее всего, там будут какое-то говно ронять, ну, какую-то ерунде стекут для обычных игроков, обычных смертных. Вот. То есть, тут мы уже готовимся к рипам. Собственно, тут вот объясняется, вот, что будет такая арена, будет. Вот этот чувак делает ваншот, вот этот чувак делает, там, три шот. Ну, очень быстрый. Этот чувак делает ваншот. И тут еще какая-то дичь, я даже, ну, а, вот это тоже делает, тут за секунду снимает. Ну, то есть, будет очень-очень-очень-очень-очень рипово. Я, для меня это так же круто, потому что я буду ржать со всех рипов, там, Зиза Рана, Рейс Кью Ти и так далее. Это будет офигенный, офигенный контент для именно поэ-комьюнити. Особенно, кто сидит на Реддите, кто сидит в англоязычной комьюнити. Ребята, будет столько ржаки. Просто вот будет ржака бесконечная. Это офигенно будет. Вот. То есть, это прикольно. Это очень все меня радует. Что меня не радует, это то, что остается Сирус и вообще вот эта вот фигня с Атласом, с этими Watchstone-ами мутными. Это не моя тема. Я этот контент чаще всего, в принципе, практически весь игнорирую. Я что-то, ну, я не знаю. Для меня это не зашло. Вот это конкретно, вот эта механика, вот эта манипуляция Атласа. Нет, дайте мне. Вот я хочу драться с Шейпером, я хочу драться с Элдером, я хочу драться с Убер Элдером, я хочу драться с там, тем-то, тем-то. Вот это мне дайте по порядочку, и я это буду делать. А вот эти все Атласовые, вот сперва туда, потом в эту карту, потом в эту карту. Не, вот это мне совершенно неинтересно. Я про это никогда не парился. Но они добавят, что прикольно, тем не менее, они добавят какой-то баф. То есть, будет баф к механикам, которые вам нравятся. То есть, к примеру, я буду фармить Харвест, я буду фармить во всю Огород. Вот будет, скажем, можно будет пробафить свои карты, что у вас будет там много Огорода, к примеру. Нравится вам там инкурсия, хотите постоянно двойные коррупции делать, вот ставьте себе там двойные коррупции, чтобы у вас просто там каждые два часа у вас формилась двойная коррупция. Это прикольно. То есть, это более такой, опять же, очень, ну, такой ССФ-овый подход. Типа, вот даете игроку нацелено, что вот игрок это хочет фармить, вот пускай фармит. Это хорошо. Ну, кто-то там для Делва, по-моему, будет один, если я не ошибаюсь. Ну, разные. То есть, поэтому у меня вопросов нет. Это все прикольно. Ну, такие хорошие, косметические. В целом, ничего революционного там не будет. Это будет просто приятные бонусы к фармлению вашего любимого или того контента, который вы хотите фармить. Вот и все. Вот. Прикольно. Значит, здесь какие-то супер, супер, мега, пупер watchstone тоже, которые можно будет крафтовать. Супер офигенные какие-то там броня, ну, вообще вещи там с инфлюенсами, это все для трейда. В ССФ, ребят, ну, простите, такого нет, такого шмота в принципе нет. И единственный раз, когда я видел хорошие вещи, это было в Харвесте, ну, в огороде, когда все признали, что там можно крафтить слишком хороший шмот. Это было очень прикольно, но я понимаю, что для трейда это просто, ну, слишком перебор, перебор в качестве шмота, который извращает всю идею трейда. Вот. То есть, тут, тут как-то для меня эти, вот эти новости как-то вообще мимо меня проходят, потому что я таким, таким, в принципе, не особо занимаюсь. У меня вот, хочу там убить Элдера, хочу убить Убер Элдера. Что падает, я особо не парюсь, я просто хочу их убить. Это вот у меня такая цель бывает, ну, иногда. Допустим, если я уже этим занялся. А прям так вот нацелено, там, крафтить супер-мега-офигенный шмот, это не для СССР. Значит так, новые карты, ну, тут, по идее, это все из ПОЕ-2. Вот. И Лига Ритуал. Лига Ритуал, это очень похоже на смесь, наверное, вот что-то типа Легиона и Метаморфа. Ну, то есть вы будете, у вас будет, как это, выбери себе сам, поставь себе сам оценку, выбери себе сам сложность битвы, то есть там будет самого-самого простого, то есть там пять зомби на тебя выйдут, пять там ежиков на тебя выйдут до самого там топового, где там эти пять ежиков и каждый тебя шотает. Ну, это примерно такая логика, то есть такая градация, типа выбери вот хочешь, хочешь там пять ежиков убей, хочешь там пять зомби убей, хочешь там убей пять, пять убер-элдеров одновременно, я не знаю, ну, примерно, да, то есть это будет повышать количество награды, которую вы потом сможете тратить на лут. лут. Это прикольно, сразу скажу, то есть тут есть тут сразу же момент такой, что лута дается много разного и его можно потом сохранять, если у вас еще не накопилась валюта на то, чтобы его купить, по типу вот пирандус, если вы знаете. Это прикольно. Но это тоже будет репово. Я не знаю, кто заметил, особенно в, значит, вот эта арена, которая создается во время ритуала. Тут посередине стоит такой алтарь, ну, собственно, типа алтарь каким-то ритуалом. Этот алтарь делает, добавляет какую-то механику, причем, ну, свою, нативную, то есть его нельзя убить, его нельзя там парализовать, заморозить. Он просто гасит своей какой-то механикой. Такое вы видели, возможно, вот в некоторых картах, там откуда-нибудь там летят там фаерболы, там из края, из края какого-нибудь там боссовой арены. Или там камни какие-нибудь падают. Вот это такой тип. То есть будут шотать, ребята, будут опять вот здесь вот будут рипы стопудово. Потому что, опять же, как обычно в ГГГ никто дэмэдж не тестирует. Просто вот, ну, есть такая механика, которую, если там лазерный лучик там маленький не перепрыгнешь, он тебя шотнет. Простите, мы не знаем. Ну, типа, мы не тестировали это говно. Вот. То есть это стандартно. Это в ГГГ просто надо быть готовым к тому, что любой там самый малопиздрический там облачко дыма там какой-нибудь около этого алтаря тебя шотнет. Просто надо быть к этому готовым. Если вы в ХК, готовьтесь, что надо наблюдать за каждой малейшей механикой. Вот. Это будет, конечно, супер-супер рипово. Ну, это, мне кажется, любой, любой ХК-плеер с опытом уже примерно понимает, насколько ГГГ любят все заполнить, весь экран заполнить каким-то там цветастым говном. И надо в этом говне разобрать, типа, вот, вот, вот там вон, вот, вот эта вот маленькая говнюшечка слева сверху, вот это именно она меня шотнет. Поэтому нельзя к ней приближаться. Вот. А ГГГ это, конечно же, любят. То есть надо к этому быть опять же готовым. Тестируйте. Тестируйте, ребята. Если вы в ХК, открывайте маленькие алтари, не убивайте монстров, просто бегайте. И бегайте, и смотрите, сколько вот эта алтарная механика вам, в вас ударит. Если она, допустим, ну, вы видите там какой-нибудь там голубой лазер, как был в этом трейлере, да. Если он вас там, ну, чу-чуточку там берет, то, скорее всего, уже на следующем уровне этого алтаря, в той же карте, он у вас уже будет два раза больше. Или там в три раза больше. То есть примерно представляете, что если вы делаете следующий уровень этого же алтаря, то готовьтесь, что вот эта механика будет, ну, сперва ее протестируйте, и потом знайте, что вот она будет там в три раза больше забирать. Если в этот раз, на первый раз она у вас забрала сто, готовьтесь, что в следующий раз триста. А в третий раз будет там девятьсот. Ну, это стандартный ГГГ-скейлинг. То есть там все в три раза. Или в четыре, или в пять. То есть, ну, или в десять. Это ГГГ, как бы. Тут надо быть просто тестировать, быть готовым. Я на стриме буду все тестировать. Смотрите, как я буду рипаться. Учитесь своих ошибок. Вот. Ну, это будет интересно. Такой интересный опыт. Так, что здесь еще? Ну, вот здесь награды. То есть, выбираем награду. Можно сохранять вот этот трибьют. Трибьют можно будет сохранять и потом тратить в более позднее время, если вы хотите какую-то награду. Я думаю, что в самом начале это будет очень профитабельно. Я думаю, что в самом начале можно вот, к примеру, там уже даже на скриншоте лежит табула. Вот, скорее всего, табулы и подобный стартовый шмот будет очень легко набирать в самом начале. Вот. Это будет прикольно. Ну, полезная лига. Хорошая, полезная такая годная лига. Если будет такой же лут, как в грабеже, такое же количество и качество лута, я буду супер доволен. Грабеж меня полностью на 155% устроил в плане лута. Такого количества шмота у меня еще не было. Разного шмота, прикольного. Столько экспериментов, экспериментальных билдов. Прикольно. Вот. Это тут у меня нет вопросов. Бла-бла-бла. Тут можно эти ритуалы потом добавлять в карты. Вот это интересно. Они, значит, что они сделали? Они перебалансировали все восхождения. Все. Некоторые они перебалансировали полностью. Как, к примеру, оккультист, дедай, инквизитор. А некоторые, они просто там, ну, кое-какой баланс добавили. Вот, к примеру, значит, где тут был иерофант? Мой любимый. Иерофанты нерфнули, кстати. Ну, тотемного. Тотемный стиль иерофанта нерфнули. Теперь вместо двух тотемов он вызывает только один. И вот этот вообще ритуал овэйкинг стал совершенно бесполезный, к сожалению. Ну, говно какое-то. То есть, это для тотемов, это, это ерунда. Ну, вообще ни о чем. То есть, его, его стало бессмысленно брать. Раньше он вызывал два тотема сразу. Сейчас он вызывает только один. Ну, стал больше дэмэджа добавлять, но это ерунда. Что критическое для тотемов здесь, кстати, убрали, это то, что здесь было раньше по 6 процентов за каждого убитого монстра в последние 4 секунды. Эта штука выходила там до 50. Это, это, если что, 300 процентов дэмэджа. Вот они это убрали. Почему они нерфнули тотемы? Неизвестно. Будем читать. Надо ждать патчноуты. У ГГГ как стандартно. Фиг пойми, что с метой происходит. Какие-то скиллы вверх, какие-то вниз. Почему так? Возможно, будет объяснение. Возможно, не будет. Ну, посмотрим. Но, кстати, вот что прикольно, заметьте, у Ярофанта появилось вот это вот. Плюс 4 эндюранса, плюс 4 пауэра. Минимум. Вот это интересно. Вот это прикольно. Такой пассивный, пассивный такой дед, прокачанный с эндюрансом. Это интересно. Это мне, кстати, прикалывает. Вот. Интересный стал слэйр. Ну, там надо разбираться, досконально билды какие-то придумывать. Я очень хочу попробовать слэйра какого-то прикольного в следующем. Причем это будет слэйр спеллкастер. Я думаю, будет очень интересно. Я попробую на нем набить где-то там 8-9 эндюранс чарджей через френзи. У него будет 9 френзи, 9 эндюранс. Это мой план вот на слэйра. Будет прикольно. Это будет один из таких интересных проектов на следующую лигу. Вот. Ну, надо будет наблюдать, опять же, посмотрим, насколько сильно они изменили разные восхождения. Здесь, ну, тут обычные какие-то уникалки, которые надо там тоже под них билды придумывать. Вот это очень классная тема. Вот это будет очень полезно. Просто офигеть. Я не знаю, как часто она будет выпадать. Надеюсь, что часто. Надеюсь, что это будет очень такая типичная карта. Но это очень полезно для ССФа. Прям мега. Прям супер-мега полезно. Орба Валтерейшн – это вообще наше все. Это прям вообще самое-самое важное в ССФе. Из валют. Так что это круто. Ну, тут какие-то новые скиллы. Опять же, по скиллам это стандартно. У ГГГ, как бы, иногда старый какой-то скилл становится как новый просто потому, что он вошел в мету. Из-за какого-то бафа или реворка. Вот. Поэтому я как-то про скиллы особо не парюсь. Ну, что есть, то есть. Как бы, это все равно будут интересные скиллы. Все равно будут и слабые скиллы и сильные скиллы. Вот. Харвест возвращается отлично, без огорода. Не надо делать огород, не надо грядки строить. Слава Богу. Спасибо большое, ГГГ. Возвращается грабеж. Многие такие комплэнеры типа там, ой, там грабеж, там надоело говно. Я не парюсь. Я думаю, что он будет довольно редкий. Я думаю, что он будет довольно редкий и довольно профитабельный. И в результате как бы, ну, если вы там раз в день сбегаете в один в один грабеж или там в одну, в одну, в один супер грабеж, ничего страшного. Зато награды там офигенные. То есть оно будет того стоить. Точно так же говорили про делириум. Делириум говно. Конечно же, постоянно вы, если вы постоянно в этой серой, в серой этой жиже, то вам, естественно, делириум надоест. А если вы его бегаете там, ну, иногда, изредка, и он дает офигенные награды, тогда вы его начинаете любить. То же самое будет с грабежом. Так что тут можно не париться. Ну и все. Такая вот лига. Будем, естественно, смотреть, наблюдать, что нового они откроют в ближайшую неделю. Каждый день они не будут что-то новое открывать. Естественно, сидим на Reddit, считаем Reddit. Будет много интересного, я думаю. Вот. Что касается меня, ну, у меня тут еще буквально там пару дней осталось до конца лиги. У меня что интересного появилось? У меня появился сет на Uber Elder. Я пойду на Uber Elder. До конца лиги я попытаюсь его убить. У меня есть персонаж, значит, гладиатор, на котором я попробую сделать 80 процентов, 82 процента блока. Ну, или где-то, короче, максимальный блок, максимальный спелл блок, максимальный додж, максимальный спелл додж. То есть, совершенно такой чувак, который просто будет невероятно трудно просто даже его ударить боссу. И это эксперимент. Посмотрим, что из этого получится. Интересно будет. Я думаю, что это последний персонаж такой, завершающий для линии. Будет довольно интересно. Я подведу итоги грабежа. Я расскажу вам про грабеж, что у меня получилось, что у меня не получилось. Расскажу, что, в принципе, про эту лигу понравилось, не понравилось. Хорошее, плохое, так сказать, ну, что-то, что-то, какое-то заключение мне хочется дать этой линии. Потому что было, опять же, да, и хорошее, и плохое. Вот. И потом я буду удалять весь свой лут. Мне надо будет очистить все вот это говнище, которое я собрал. Тут просто бесконечное количество лута. Расчищу пространство, потому что скоро новая лига. И будем это пространство, ну, в частности, там, я имею в виду персонажей, будем заполнять новыми персонажами, новыми интересными персонажами. Как-то так. Все, до завтра. С вами Медведь.